Друзья мои, всем доброго дня! Сегодня я вам хочу рассказать про очень интересное устройство под названием Mucar SDE900 для OBD2 разъемов. Это диагностический скарпинг для автомобиля. Он достаточно от известной компании Fincar Tech, производящей профессиональные сканеры для диагностики автомобилей. Но в то же время его цена 3700 рублей. Он может диагностировать автомобили системе TMC, ABS, ну все что угодно. Сканер, он считывает коды, удаляет неисправности автомобиля. У него есть бесплатная лицензия и бесплатное обновление. Что выделяет этот сканер среди ему подобных? И почему я все-таки его себе приобрел? Так как у меня в принципе есть уже расширенная профессиональная программа, чем он меня привлек. Первое, самое главное, это что он работает на Android уже сразу. И у него есть вот этот вот 4-дюймовый сенсорный дисплей с хорошим очень разрешением 854 на 480. Собственная батарея, как это ни странно. Память есть собственная с возможностью расширения до 256 гигабайт. А эта память, на секундочку, дает нам многие возможности. Кто в теме, тот меня поймет. Про что я говорю, SD-900 поддерживает систему диагностики автомобиля по 10 различным протоколам ОБД-2. Кстати, у него есть возможность превратить его, ну скажем так, в полупрофессиональный диагностический сканер, заплатив всего 40 долларов, чтобы купить 4 диагностические функции системы. И бесплатное, естественно, обновление. Но вы должны понимать, вот эта вот все оплата, вот эта вот 40 долларов для систем АБС, СРС, ЕЦМ является единовременной оплатой. И если вам, например, не нужно использовать все 4 функции диагностики системы, вы можете вообще ничего не платить. Просто купить этот сканер, и он не повлияет на функциональность данного этого агрегата. Полностью поддержка русского языка. Так что давайте откроем данное устройство, обнамим его программное обеспечение, и протестируем вот такой он прорезиненный, и давайте будем тестировать. Поехали! Слушайте, я хочу сказать, что на первый взгляд штука довольно-таки качественная. То есть у каждой у нее, естественно, есть свой серийный номер, который вы можете зарегистрироваться на сайте, да. То есть он хорошо лежит в руке, то есть удобно, как огромный смартфон такой. И в то же время корпус такой вот прорезиненный, пластиковый прорезиновый, который вы легко как бы можете держать, и даже если вот ударяется о различные предметы, ничего, в принципе, этому устройству не будет. Давайте включаем и тестируем. Прямо из коробки запускаем. Дисплей, как вы видите, сенсорный. То есть все это меняется. То есть все его функции вот как бы можно делать просто нажимая на дисплей. А это, я так понимаю, вспомогательный. Чтобы вы могли работать в перчатках. Все понятно, да? Давайте зайдем в сеттинг и нажмем апгрейд. Сейчас нам нужно скачать так называемые файлы для апгрейда. Вот, видите, есть значок Wi-Fi. Я, кстати, переключился на русский язык. Как вы видите, теперь устройство полностью русифицировано. Делается это легко, в принципе. И, кстати, очень хороший сенсор. Довольно-таки просто переключается все. То есть с помощью него вы можете вообще выходить в интернет, так сказать. Можете снимать скриншоты. Служба поддержки есть. Так, наконец-то мне удалось ввести правильный Wi-Fi пароль. Обновить. Теперь возвращаемся. Смотрите, что у нас теперь появилось в нашем программном обеспечении. То есть у нас есть вот все эти марки, которые заявлены. Все, включая японских, европейских, корейских производителей. Поэтому давайте начнем. Вот у нас есть Audi, да? Марка Volkswagen. Тоже начинаем ее обновлять. Марка Toyota. Собственно, можно скачать все. Вот даже есть Volkswagen Sprinter. А не все диагностические сканеры, далеко не все, умеют и правильно читают такие автомобили, как Volkswagen Sprinter. И автомобили на его базе. Поэтому ждем и скачиваем. Кстати, друзья, хотел показать, как весь этот функционал работает с помощью клавиш. То есть вы по тому же меню можете спокойно перемещаться с помощью этих четырехов, как получается джойстик. И, собственно, делать все те же самые функции, которые вы делаете с помощью пальцев. То есть если вы работаете в перчатках, и вам нужно быстро продиагностировать автомобиль, не снимая и так далее, потому что руки бывают грязные. Вы можете абсолютно спокойно все это делать с помощью клавиш, также возвращаться и так далее, листать все, что вам нужно. И переключаться на нужные вам, так сказать, моменты меню и как бы переключение марок. Все вы можете делать двумя способами. Как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью клавиш. Хочу сказать, что Wi-Fi передатчик здесь на 2,4 ГГц, что подразумевает под собой не самую высокую скорость скачки. Даже если у вас 185 МБ, то, к сожалению, придется подождать, чтобы все марки обновились и скачались. Скорость не очень большая. А файлы весят по 200-300 МБ. То есть, как вы видите, все зависит, конечно, от бренда. Хочу отдельно показать. Вот здесь вот находится прорезиненная такая вот заглушка. Если ее открыть, в торце находится гнездо для USB Time-C штекера и слот для карты памяти microUSB, который вы можете вставить, как я уже говорил, до 250 ГБ. И тогда вы можете сохранять просто огромные массивы данных на данное устройство. Пока скачивается, хочу сказать, что устройство очень качественно сделано. То есть, все клавиши, корпус прорезиненный, достаточно крепкий видно. Кабель тоже не такой нежесткий, мягкий в оплетке. То есть, даже если в холодную погоду, им можно спокойно пользоваться. Он не переломится после первых же, ну скажем так, заморозков. Есть заглушка для разъема, чтобы сюда, не дай бог, в условиях, например, СТО, или где у вас может валяться будет этот сканер в каком-нибудь багажнике, чтобы туда не попало никаких инородных предметов, и чтобы при вставлении его вы ничего не могли повредить в своем ОБД разъеме. Кстати, что хорошо, у этого устройства очень хороший антибликовый дисплей. То есть, вот как вы видите, я направляю прямо вот сейчас на лампу освещения данный дисплей, и он практически не бликует. Как и корпус, как кнопки, видите, тут вот все вот такое прорезиненное, прорифленное. Кнопки тоже прорезиненные, чтобы все не скользило, четко переключалось. Очень-очень классно сделано. Ну, мне, во всяком случае, нравится. Конечно же, здесь стоит не самое топовое железо, если мы будем сравнивать для какого-нибудь смартфона. Но для устройства как диагностического сканера здесь скорость работы довольно-таки приемлемая. Этого достаточно для того, чтобы управлять операционной системой данного устройства. Хочу, кстати, обратить ваше внимание, когда у вас какие-то марки уже установлены, то, естественно, они появляются в списке в обновленных программного обеспечения. То есть, вот, например, Volkswagen мы поставили и обновили. То есть, он напишет, что установлена последняя версия. Чтобы начать работать универсально практически со всеми марками, нужно скачать остальные марки, которые не представлены, скажем так, на китайском рынке. Хочу сказать, что марки устанавливаются, когда уже скачаны, довольно-таки быстро. Поэтому не нужно тратить кучу времени. То есть, устройство работает довольно-таки шустро. А если оно шустро устанавливает большие файлы, значит оно шустро будет и работать при диагностике. Что тоже удобно и будет экономить ваше время. Хочу отметить, что диагностика автомобилей данным устройством поддерживается начиная с 1996 года, у которых есть ОБД-разъем. Ну и, естественно, по настоящее время. То есть, даже все самые новые автомобили данным устройством поддерживаются. Поэтому давайте пойдем подключимся к автомобилям и протестируем данное устройство, так сказать, в реальной работе. Погнали! Итак, друзья, давайте теперь используем наше устройство и протестируем реально в полевых условиях. Подключим его к автомобилю. Вот он определяет, что подключен. Посмотрим, что он нам выдаст. Так, чтение кодов неисправности в процессе. Пишет, что нет кодов ошибок. Хорошо, давайте почитаем поток данных. Что нам позволяет увидеть, кто разбирается в потоках данных, показания нашего, например, блока управления двигателем. Вот, различные коррекции подачи топлива, которые тоже абсолютно важны при диагностике. Многие при покупке данного устройства, я читал отзывы, которые даже не понимают, как этим устройством пользоваться. Хотя оно для полупрофессионального использования, вы сможете определить даже причину неисправности, если в этом разбираетесь. Кстати, я вот переключил на нормальную метрику, то есть европейскую и нашу, российскую. То есть, например, в килопаскалях, вот эти температуры теперь не в фаренгейтах. Число оборотов двигателя, видите, как быстро скачет значение? Это говорит, что объем, протокол передачи данных у данного устройства современный, UDS, скорее всего. И запоздания с получением данных от блока управления двигателя практически нет. Кстати, знаете, что, ребят, мне еще понравилось? Обратите внимание, он еще через OBD2 разъем, еще способен подзаряжаться от бортовой сети вашего автомобиля. Это показывает, какое у вас напряжение, вот, конкретно вот здесь, вот, в вашей бортовой сети. Кстати, еще хочу обратить ваше внимание, друзья, как удобно здесь сделано, то есть, вы когда можете, например, на ходу тестировать те или иные показания вашего автомобиля. Например, ну, вот возьмем дроссельную заслонку. Да, во-первых, он дает вам подсказку, какое оптимальное показание того или иного узла. Плюс вы можете, вот, например, нажать сюда и строить график. Добавляете обороты, видите, и показания у вас меняются. И вы можете определять на основе их, если разбираете правильность и корректность работы того или иного исполнительного механизма или вообще какого-то узла. Вот, например, давление в топливной рампе, вы видите, как оно скачет. То есть, при открытии, нажатии на педаль газа, при открытии, закрытии дроссельной заслонки. Вот, возьмем, например, показатель краткосрочной коррекции подачи топлива. Очень важный показатель при тестировании автомобиля и понимании, что у него с топливной смесью. Ну, вот я посмотрел данное устройство, как оно читает различные показания. Во всяком случае, для диагностики основных систем автомобиля, которые важны для механика или для того, чтобы ваш автомобиль нормально передвигался, это устройство очень и очень хорошее. То есть, самое интересное, оно подсказывает вам, где у вас есть какие-то, например, отклонения в работе того или иного узла. То есть, помимо ошибок, вы еще можете использовать поток данных и читать, например, в блоке управления двигателя все его показания, что очень важно. Что касаемо внутренней памяти, как вы видите, я скачал достаточно много файлов. И у меня вот еще 6,79 МБ свободно. И, грубо говоря, 12,32 МБ занято. То есть, а если вы вставите карточку памяти, то можете практически неограниченно ее, так сказать, увеличивать. И все марки, какие только возможно, у вас в этот диагностический сканер влезут. Если вы нашли какие-то ошибки, как это ни странно, вы можете абсолютно спокойно и сюда зашить, так как это Android, Google Chrome в оболочку. И вы можете абсолютно все ошибки здесь спокойненько выискивать и определять, что же означает ваша ошибка, если сканер вам выдал какую-то неизвестную ему ошибку по какому-то устройству. SDE900. Отличный диагностический сканер за 3700 рублей с бесплатной доставкой. Очень удобен в работе. Удара стоек, влагостоек. И можно спокойно пользоваться. И не только в любительских целях. Кто разбирается в потоках данных без профессиональной адаптации, то есть это устройство идеальное. Да, еще раз повторюсь, адаптацию механизмов, такие как коробки передач, там грубо говоря, электронные компоненты двигателей и так далее, это устройство делать не может. Но профессиональное считывание по любым протоколам даже современных автомобилей, в том числе диагностика этих исполненных механизмов, например, двигателя вы можете делать легко, успешно, если вы в этом разбираетесь. За 3700 рублей отличный гаджет. Ну вот, про такое устройство я вам хотел сегодня рассказать. Надеюсь, оно вас заинтересует. Мне лично оно очень понравилось. Если вы хотите обслужить, либо продиагностировать свой автомобиль, я оставлю ссылочку в описании, и вы можете всегда ко мне обратиться. Ну а с вами был канал Акер Механик. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока, друзья.